Итак, ребята, всем привет! В этом ролике речь пойдет о Windows Subsystem for Android, то есть поддержке Android-приложений. Но, как вы можете видеть, у меня здесь, давайте посмотрим, Windows 10. У меня здесь Windows 10, последняя сборочка, 22H2. Речь пойдет о неподдерживаемых ПК, которые не поддерживают Windows 11. У нас два года еще будет существовать Windows 10, до 2025 года. Домашняя и ПРО. Поддержка будет осуществляться. Возвращаемся к теме Windows Subsystem for Android. У меня еще будет пару идей на эту тему. Есть, что вам сказать. Будут еще видео. Итак, поехали. Есть, есть поддерживаемая подсистема для Windows 10. И она обновляется периодически. Итак, давайте посмотрим. Первое, что мы делаем, мы открываем панель управления, программы и компоненты, включение или отключение компонентов Windows. И здесь ищем платформы виртуальной машины и включаем ее. Важное примечание, в компьютере должно быть минимум 8 гигабайт оперативной памяти. 8, не меньше. Давайте перезагрузим компьютер и продолжим наше видео. Итак, ребята, после того, как мы перезагрузили наш компьютер, идем к загрузке и распаковываем этот архив. Ну, я распакую в текущую папку. Android 13.0. А система обновлена. Поддерживает Android 13.0. Вот наша папка. Ставим обязательно Microsoft UI XAML. Установить. Visual C у нас установлен. И мы просто нажимаем пакетный файл Windows. То есть run.bat. То есть вот он. Берем и от имени администратора его запускаем. Продолжить. Обязательно в BIOS должна быть включена виртуализация. Обязательно. Без этого никак не обойтись. Если ваш компьютер не поддерживает официально Windows 11, можно использовать Windows Subsystem for Android на Windows 10. Давайте с вами зайдем здесь в Google Play. Амазона здесь нет. Заходим в Google Play. Давайте сейчас я зайду и продолжим видео. Вот, ребята, я зашел. Вот наш Google Play на Windows 10. Поехали. Что-нибудь поставим давайте. Ну что мы поставим? Давайте Telegram. Instagram можно поставить. TikTok можно поставить. Это будет работать. То есть любое приложение, которое вы захотите, можно поставить. Давайте поставим еще, попробуем открыть. Если не удалили. YouMoney. Ага, точно. Не удалили. Удалено. Вот Беларусьбанк, например. Игры также. Яндекс. Такси. Можно поставить. Давайте перейдем к играм. Допустим. Какие-нибудь игры 3 в ряд. Кто-нибудь давайте поставить. Я не думаю, что будут работать полноценные игры. Полноценные игры будут работать, но для этого нужен джойстик. Геймпад. Потому что большинство игр в Play Market адаптированы под сенсорные диски. Отлично. Все работает. Продолжите. Все работает. Будет играться даже. Яндекс. Такси. Пожалуйста. Что у нас тут еще? Беларусьбанк. Инстаграм. Телеграм. Тикток. Поехали. Инстаграм. Можно войти. И пользуйся инстаграмом. Беларусьбанк. Телеграм. Для андроида. То есть вот оно все работает. Тикток. Можно тикток сделать вот так вот. Или стать вот кто хочешь. Все работает ребята. Подведем итоги. Если у вас компьютер официально не поддерживает Windows 11. То есть у вас нету секьюр бута. Или нету TPM 2.0. Можно не заморачиваться. А поставить Windows с обществом for Android. Если вы хотите ради этой фишки обновиться. Поставить на Windows 10. Подсистема будет у нас в Discord сообществе. Соответствующей теме Windows 10.11. И мы будем периодически обновлять подсистему по ссылке. Минимум 8 гигабайт оперативной памяти. И все будет работать. Если видео понравилось. Лайк, подписка, комментарий. До встречи в новых роликах.